Европа не отказалась от российского газа, несмотря на санкции на нефтепродукты из России. Газ со стороны агрессора так и не попал в санкционные списки. Германия, Испания, Чехия – это неполный перечень европейских стран, которые до сих пор продолжают закупать российское голубое топливо. И более того, порты Евросоюза помогают продавать более 20% сжиженного газа, импортированного из России. Доходы, как известно, Кремль использует для войны в Украине. Почему Европа не закрыла вентили для Москвы, разбирался наш коллега из «Фактов тыжня» Константин Павлов. Европа и газовая игла Кремля. Они не знают морали, из этого нужно исходить. Как Брюссель пополняет военный бюджет Путина. Мы не будем получать газ с Анефадемусом и будем платить за этот газ. И как долго придется душить российскую экономику. Удушение российской экономики они осуществляют методом анаконда. Германия продолжает торговать российским газом. Испания в этом году закупила рекордное количество кремлевского газа за всю историю. 40% импортируемого в Чехию газа приходит из России. Второй год войны, но Евросоюз становится крупнейшим покупателем сжиженного газа из России в первом полугодии 23-го. Об этом говорят активисты антикоррупционной группы Global Witness. Именно Европа приобрела у Кремля больше половины экспорта. Это не только Испания. Там Австрия, Италия, Словакия. Они еще покупают газ. Куда же подевались обещания европейских политиков о том, что Евросоюз не будет пополнять российский бюджет? Европа в принципе наступает на те же грабли. Чтобы разобраться, почему Европа продолжает спонсировать кровавую войну кремлевского диктатора против Украины, и когда это закончится, нужно вспомнить, что санкций против газовой сферы РФ до сих пор нет. Идеи внедрения газового санкционного пакета в Европейском Союзе были, и их продвигали страны Балтии и Польша, но дальше дискуссии не пошло, потому что ряд стран заблокировали эту тематику. Условно российский газ можно разделить на две категории. Первая – это газ, который по трубопроводам Москва продавала и продает в Европу. Вторая, о которой мы поговорим дальше – новое экономическое оружие Кремля – СПГ. Сжиженный природный газ. До полномасштабного вторжения в Украину Кремль зарабатывал на продаже энергоресурсов почти миллиард долларов в день. Санкциями на покупки российской нефти Европа поставила крест. А поставки газа по трубопроводам из России упали на 75%. Газотранспортная система Украины в своем пике транспортировала 130 миллиардов, сегодня 30, сократилась на 100 миллиардов. Только по Украине это была основная транспортная артерия, нет северного потока. Но почему европейские страны вообще не перекроют российскую газовую трубу? Прикрываются тем, что контракты на трубопроводную поставку газа были подписаны еще до начала большой войны. Но они, во-первых, могут быть очень долгосрочными. Трубопроводные поставки – это, как правило, долгосрочные контракты на 10, 20, ранее и на 30 с лишним лет подписывались. Во-вторых, некоторые договоры составлены по правилу, берешь газ из трубы или нет – платишь все равно. Как правило, в этих контрактах есть условия – бери или плати. Если бы они не выбрали этот газ, они бы платили за него, и это двойной ущерб. И это подвинь избытки. Так что, по сути, европейцы говорят нам – ничего личного, только бизнес. Не выполним обязательства перед Москвой, не сможем помочь Киеву. Но не только трубопроводный газ уходит в Европу. Россия срочно переориентировалась на поставки сжиженного природного газа. Европейские политики не заинтересованы в дефиците голубого топлива, ведь пользуются им их же собственные избиратели. Именно потому порты Евросоюза помогают продавать более 20% СПГ из России. Более удобное плечо доставки. Но вот, собственно говоря, с Ямальского полуострова газовоз вышел, обогнул скандинавский полуостров и в Европе, тогда как из Катара или из Соединенных Штатов немного больше хлопот с точки зрения логистики. Не только коротким путем берут россияне, но и ценой. Они просто демпингуют. Они просто демпингуют и покупатели за такую цену делают все возможное, чтобы его купить. Европейцы слишком медленно движутся, принимая санкции, говорят эксперты. Запрещенная нефть действительно на первом месте среди доходов в российский бюджет. Когда дойдут руки до трубопроводного или сжиженного газа, неизвестно. Еврокомиссия заявляет, что страны-члены должны избавиться от российского ископаемого топлива до 27-го года. Но прислушиваются ли к ним правительства стран? Бизнес интересы крупных корпораций и крупных государств. Они не знают морали, из этого нужно исходить. Несмотря на то, что там в Европейском Союзе устали от санкций и заявляют о том, что они исчерпали свой санкционный потенциал. Ничего подобного. Резервы есть. Ничего подобного. Резервы есть. Используют крем для экспорта энергоресурсов и своих южных партнеров, Индию и Китай, на которых санкции Евросоюза не распространяются. И нефть, еще вчера российская, попадает на европейский рынок уже в виде индийского горючего. Объемы небольшие. Если по абсолютным цифрам, это очень маленькая цифра, потому что Китай много не покупал. Или Индия. Индия тоже много не покупала. Специалисты считают, в отличие от миллиарда долларов в день, как это было до начала Великой войны, Россия сейчас получает примерно 500-600 миллионов. Все равно это гигантские цифры. Можно ли сказать, что Европа фактически спонсирует войну против Украины и кормит Кремль? Подкармливают, я бы так сказал. Тех объемов дохода уже нет. Но все равно деньги поступают в меньшем объеме, но поступают. Время и постоянное политическое давление на европейских партнеров для санкций. Две вещи, которые очень нужны Украине. До полномасштабного вторжения почти половина газа в ЕС была российского происхождения. Теперь это 15%. Но и этого недостаточно. Чтобы россияне на собственной шкуре почувствовали, что такой пустой бюджет, нужен не один год, говорит эксперт. При таком подходе со стороны Соединенных Штатов, стран Большой Семерки и Европейского Союза, нам потребуется, наверное, лет пять. ЕС пытается балансировать между усилением санкций против Премля и страхом, что запрет на российский газ приведет к росту ценные энергоресурсы в Европе. Таким образом тянется время. А маховик санкций еще попробую раскрутить. Нет ни у кого иллюзий, что если сегодня принять санкции, завтра они уже будут работать. Совершенно нет. Потому что есть очень много лазеек и многое, что можно обойти и так далее. Одним из проводников санкционной политики могли бы стать США. Госдеп уже объявил о санкциях в отношении нового российского проекта Арктик-СПГ-2. Фактически он запрещает странам Европы и Азии покупать газ у этого поставщика. Но проблема в том, что Арктик-СПГ-2 еще даже не начинал добычу. А вот санкции в отношении завода Ямал-СПГ, поставляющего большую часть российского газа в Европу, не вводились. Поэтому нужно подождать, говорит экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков. Сам алгоритм и механизм от разных видов санкций, он совершенствуется. Видим, что Соединенные Штаты ввели постепенно и уже с каждым месяцем труднее обходить эти санкции. Россия проиграла Первую мировую энергетическую войну против всего мира, уверены эксперты. И Кремль ощущает эти удары по бюджету. Кроме того, россиянам становится все сложнее удерживать нефтегазовый комплекс в нормальном техническом состоянии. Мир медленно затягивает петлю на шее Кремля. Но слишком медленно. Удушение российской экономики они осуществляют методом анаконда. И постепенно, постепенно, постепенно. Но это то, что нас не устраивает, потому что у нас нет такого ресурса времени. Как мы теряем время, а Европа и мир платят Путину за газ и другие ископаемые, можно увидеть на сайте Центра исследований энергетики и чистого воздуха. 30 тысяч евро в минуту, 2 миллиона в час, 50 миллионов в сутки. Каждый из этих евро завтра может быть переплавлен в пулю или снаряд. Константин Павлов специально для телеканала Freedom.